Субтитры сделал DimaTorzok Дарк Уиллу Ну а в противовес им Ио, Войт Спирит и Леон Каждый раз, когда появляется Ио Все Начинают Пытаться выяснить, кто же это в итоге будет Кого же возьмут на Лас Пик И кем же в итоге станет Ио Будет ли это Суппорт 5-4 Будет ли это какой-то Керри Как тоже сейчас модно Это всегда большой знак вопроса Дальше стадия банов превращается в сущий кошмар Сайты Бристлбэк Вот такие вот Хардлайнеры нарисовались На вторую карту Бристлбэк плюс Ио Известная связка Как вариант Ну по крайней мере на какое-то время Ну что точно может сгодиться Но в любом случае У ребят персонажи четко разобраны Мне кажется это не Не УДЖИ, да В которых Но Тейл на Керри Виспе может покатать Легко просто-напросто Потому что у него на Виспе огромный опыт Еще с былых времен Так что здесь если это Суппорт То Суппорт до конца Ну и минуту в Экссс Сварк Только мне нечем ловить Войт Спирита Пока что да То есть Элдор Титан ненадежно Тайт Хантер Уж тем более ненадежно Но еще куда не шло Дарквиллоу Ну скорее всего тоже да Ненадежно Фир будет интересным выбором Очередь сил тьмы Запрещать героя Очередь сил тьмы Запрещать героя Ну вот Через Брамул Мейз Конечно Подловить его будет непросто Четверок поубирали Экссс Спирит Брейкера даже в их числе Осталось 10 секунд Очередь сил света Очередь сил тьмы Выбирать героя Минус 100D В ответ Пак От команды Экссс Вот это уже более интересный вид контроля Тут тебе и Сайланс И Рифт Ну и у Феникс Гейминг Еще очень много времени Для того чтобы правильно все переиграть Как я уже говорил Когда ты берешь виспа на один из первых пиков Всегда на ласт пик Можно задуматься Как ты расставишь линии Кто куда пойдет И какую роль ты отведешь данному персонажу То есть почти очевидно Что Войт Спирит это Мидлайн Кардлайн идет Бриселбек Суппорт Леон И вполне вероятно Сейчас наберут Какого-то более выгодного для себя Керри А с Бриселбеком Просто пойдет Ио Я почти в этом уверен Ну ежели это саппорт То возможно кто-нибудь кто Может помешать сварку Грамотно перемещаться по драке Помимо Леона У которого контроля и без того очень много Ну и призадумались Как минимум минуту уже просидели Феникс Гэми Хотя возможно этой минутой Они решили воспользоваться Для того чтобы не брать паузу В начале игры Это тоже вероятно Ну почти любой пикс Ио Это всегда Такой коем флип Никогда не угадаешь Как оно выйдет Получится не получится Это реализовать Подставить соперник В той или иной позиции Или нет И Урса Еще один персонаж С которым Ио Очень даже неплохо смотрится В целом под Ио Что Брислбэк Что Урса будут очень больно Разбивать персонажей команды XS Поэтому в данный момент Все выглядит довольно многообещающе Правда Мне кажется Все таки четко Ожидновато Для Феникс Гэми Ну во первых Они ведут 1-0 по карте Могут себе это позволить Во вторых У персонажей Соперника Ну и заключение может быть Сларка Еще какое-то время Не будет возможности Защищаться от магии Поэтому под Леоном Под Войт Спиритом Можно будет отлавливать Соперников Только так По крайней мере Это же на стартовой стадии игры Слушай Миреску Представьте Насколько быстро Будут стирать парочкой Леон плюс Войт Спирит А если вдруг Туда же еще прилетит Ио С каким-нибудь Брислбэком на привизе То можно будет разваливать Вообще всех соперников Предыдущая игра Была очень Спокойной и медленной Даже в какие-то Моменты усыпляющие Когда могло по 10 минут Не происходить толком Ни одного Ну нормального сражения Все-таки Киллы какие-то происходили Но Именно прям битвы 4 на 4 хотя бы Могло не быть Минут по 10 Поэтому Будем рассчитывать Здесь наверное На большую плотность игры В пользу ее Больше зрелищности Что парни Своих персонажей Разобрали Как и на прошлой карте Приходится еще Немножко подождать Сверху Чтоб все Свыклись С мыслью На ком они Будут играть Ну и поехали Так а у меня разве Подводный стоял вообще Приготовьтесь к битве Ландшафт Давайте я быстренько Поменяю Ну да Так Давай Ага Ну мне надо будет Перезаходить Чтоб он изменился Ну как минимум На будущее В любом случае Сменится Какой-то этот Очень тяжелый Темный 30 секунд До начала Сражения Так Ну и видимо Особо без конфронтации На ранних таймингах Будут команды И увидим Классические Противостояния Битва Начинается Брисовый байк Отправляется на центральную линию Запуленный тангусами Ну и вивер О Ио К нему чуть позже подойдет Тут в свою очередь Стоять против него Будет пак Вот спирит отправился На сложную линию Где будет Вкупе с Леоном Противостоять Элдор Титану И Сларку Ну и на топе Парочка Ио Урса Против Тайт Хантера И Мерески Больно Фересайп Свайп В любом случае Тайт Хантера делают Несмотря на всю его плотность Несмотря на Пассивку Которая в будущем У него появится Действительно Пересвайп Штука Которая не контрится Урон Как он есть Спиной Как мы видим Пытается ловить все Арбы Сайлентс И пока Все что угодно Тут Бристалбек В его реалиях Это определенно Имеет смысл Ну Пак в свою очередь Может закупиться Стиками И спокойно Стоят Вообще ничего Не боясь Тут тем временем Подцепили Вроде как Войт Спирита На урон Он его хватать Не должно Отогнали подальше Леона Леон возвращается У него есть еще Мпл Как-то Леон Это вообще На лоу хп Надо быть Поосторожнее Духом Ходит Бродит Солдаут Сотка С руки Даже больше Можно подойти Очень жестко Отвесить Вот так вот Например Как сейчас Леону Пару раз Прилетел Вы посмотрите Еще один удар Бесконечный Вувспид 335 Против 355 Прости Леон Но не в этот раз В этой гонке Тебе не победить Вроде как Успевает Отворачиваться Время от времени Брислбэк Тем временем Все таки Забрал он Пака Который Даже со стиками Не смог Пережить Входящий урон От Брислбэка Но знаете Как это бывает На тебе Колючки Стакиваются Стакиваются И потом Однажды Ты не замечаешь Как еще один Квиллспрей Сносит тебе 300 хп Внезапно И погибаешь Довольно быстро Такое действительно Бывает Рима Древние Вольно Ио Пытается он Уходить Вроде как Получается Но у Урса Поинтереснее Цель Менее Мобильная Все таки За счет Эзера Может Висп Куда-нибудь Отправиться А вот Урса Нет Но ни того Ни другого Убить В итоге Не удалось Леон Тут вместе С Войц Передом Разбираются С вражескими Лесными Крипами Плюс Сверху Еще Крипов На линии Подбирают Настырно Лонг Джи Прессует Шира Кстати Шира Там можно Было бы И забрать Его Правда Подхиливают Все время Виспы Это тяжело Сделать Будет Они еще На развороте Решили Подраться А то Подурсы Там можно Которые С виспом Вас догоняют Но Брамул Мэй Запрыгивает Шира И его Естественно Должны Добить Заплевывает Его Лонг Джи Будет Ждать Планет Возвращения Своего Медведя Пытаюсь На Брисла Прокликать Тут Вард Мешает Брис тоже Со стиками Все таки Часто Используют Всяческие Арбы И прочие Пак За счет Этого Стики Тоже Можно Заряжать И для Аберсалбека Они Не менее Возможно Даже Более Важны Центральную Башню Сил Света Атакуют На топ Вернулся Урса Только Третий Левел Впереди Впереди Сборка Бэттлфури ПТ И очень Очень много Работы по фарму Придется Уполнять Ну и кстати Говоря Если фарм Здесь Ударятся Уже совсем То как-то Поинтереснее Мне кажется Все смотрится От феникс И поплотнее И по Выше потенциал Выхода в лейт Сларк Это конечно Штука опасна Но такое ощущение Что если Сларк По ходу Игры Не Катает Там с кидой Каким-нибудь 7 Чтобы у него Была куча Вечных стаков И всего прочего Чтобы он там Был 20 на 7 Допустим 20 на 3 Точнее Конечно Тяжело Будет Дальше Возможно В лейте Против всяких Урс С брестлбеками Которого Уже можно Будет И не пробить Как-то В драке Сори 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 Забыл Я как-то Про баннер Пока С ландшафтом Мучился Да И перекрыл Вам всех Героев Виноват Задержка 5 минут Так что Как раз 5 минут И пройдет К этому Моменту Как-то Даже Внимание Не обратил Но Тем Время Мурса Разбирается С лесными Стаками Добивая И вражеских Крипов И лесных И кстати Говоря В принципе Довольно Неплохо Постепенно Добирается Уже До позиции Близких К сопернику Ну а позже Будет выходить На доминирующий Благодаря Потому что Соберет Все таки Этот Баттлфури Но это Будет Намного Намного Позже Ой Блольно Демону Старается Максимально Доджить Урон Вроде Как Бриселбек Подкоп Ну не поймали Пока Какой Ловкий Демон Все таки Уходит Даже Несмотря На Хороший Эрспайк От Леона Пытался Выловить Дарли Спирита Но И от Этого Ушел И от Того Вроде Убежал Курсирует По Нижней Линии Как Хочет Вроде Как Должен Уходить Если В этом Будет Необходимость Ну кстати Говоря Необходимость То Уже Есть Больно Все таки Титан Пробивает Седьмая Минута Активно Начинает Переключаться Из той И с другой Стороны Персонажи На Фарм Лесных Крипов И попытку Выбить Из них Всякие Интересные Предметы Вот Уже Падает Армон 3 Маска На Вампиризм В очередной Раз Демон Эрспайк Доджить Умудряется На топе Тут Прогуливается Как-то Так Вальяжно Брестал Так Правил Правил Хотел Максимальный Урон Получить Для того Чтобы Добить Зизик Но Не удалось До него Даже Дойти Слишком Много Оппонентов Оказалось Вокруг Так Ктайду Что-то Летит Полный Набор Под Сауринг Пытаться Лонг Загонять Драться Им точно Сейчас Немного Невыгодно Тем более Что Т1 Вышка Прямо Здесь Находится Sold out Непосредственно Близости От Зизики Который Занимается Стаками Просто Десятая Минута На носу Можно Подворовать Рунку Одну Забрал Sold out Ну я так понимаю Еще одну Все таки Заберут Здесь Феникс Тут За паком Одна Рунка Ну и Еще одну Должна Будут Подконтролить Также Наверное Все таки Силы Света Тедхантера Выцепили На топе Урса Вместе С Ио Легко С ним Расправились Две лопаты Сразу Выловили Команды И для тех И для других С лопатой По калеон Побегает Ему Действительно Все подряд Необходимо Ману Езди Взять Ласки Потребуется Плюс Телепорты И руна Богатства Это все Конечно Полезно Тайд Пока Тоже Не особо Богат Хотя Нетворс Неплохой Но Это все Уходит Вот Такие Мелкие Различные Проявления Скорее Расходников Ну Плюс Ютилити Предметов Таких Тапок Именно Нижняя Линия Одр Титана Выловили Вот так Вот Активно Путешествует Просто По карте Даже Без Ио Леон Находит Соперников Если бы Мироску Поймали Его тоже Убили Все таки Фингеров Уже Есть Можно Будет Под него Соперников Пытаться Законтрить Демон Разминает Тавр Как же Больно Достается Водит Спириту Обидно Что Под ДД Приходится На ЛО ХП Стоять Сейчас Под Тавром Сражаться Кстати Говорят Тавр Все таки Добивает Команда Феникс Деньги Уходят Им Не удалось Его Подинать Зато Солдаут Еще Сверху Может Тут Посражаться С Том Мне казалось Что Обоих Он должен Будет Сейчас Усыпить Но Нет Солдаут Серьезно Страдает От Леона И приходится Просто Убегать Отсюда Мирески Она Вполне Вероятно Должна справится С этой Задачей Но Все таки Титану Не уйти Было Демон Через Орб Уйдет Реминант Не стал Ставить Может он был В колдауне Еще на тот момент Верхнюю башню Сурна Играет Спирит Веселом Уже Играет Пак Так Через Рифт Выцепили Разорвал Связь И он Возвращается К своего Тиммейту Правда Уже не к чему Будет возвращаться К этому моменту Погибает Естественно Довольно Быстро Вводит Спирит Ну и возвращается Теперь же На Урсу Ио Который улетал Через Ревоги Ему Кстати Еще раз Придется Сейчас улететь И Урса Останется здесь Один А ультимейта Уже нет И его Забрали Легко И естественно Не так Будет здесь Просто выживать Теперь Бристлбеку Хотя Вот под Ио Это другой разговор Они действительно Могут бегать По драке Еще очень долго Возвращается Леон Тут же Отпаивают Ио Ио И давление Видимо переключается На центральную линию Центральную башню Сил света Атакуют Силы света Укрепили Свои сооружения Эхо стомп Усыпили Ио Но это как раз таки Та цель Которая может Еще какое-то время Побыть во сне Не проблема Таким важным персонажем Как Бристлбек Наверное Лучше не подставляться Лишний раз Но В плановом Размере Конечно Почему бы и нет Покуда Тот же Ио Будет тебя Подстраховывать Раз от раза Усыпили вновь Бристлбека Пошел по нему Разлом Сможет ли Ио Как-то его подсейвить Задинаили Там руну иллюзий Залетает Ио Помочь Бристлбеку Пытается Как может Но тут главное Воист спириту Еще не загуливать Все-таки Персонаж Довольно хлипкий Без контроля У соперника Достаточно Там Дароваги Еще прилично И можно будет Подраться Если драку Грамотно Развести Если не подставляться Под оппонентов Можно без этого Пожалуйста Запрыгивает Войт спирит Глубоковато А вот это может быть Проблемой Да Разобрались С ним довольно быстро Залетел первым номером За что был наказан Сварк Вгрызается в Леона Леон тоже станет Для него едой И тут только отступление Никак Не выжить Персонажем команды Феникс Вроде как Увез Ио Своего тиммейта Подальше Но сможет ли он Вернуться грамотно Потом на Урсу И не подставиться Под оппонент Хотя никто не пошел Выловить Никому это не нужно Слишком это рисково Урсы пока только БФ и ТП О, ПТ Те самые Ио выходит В Мекку До Пака остается Чуть меньше Тысячи демонов Ну а Брис Олбай Как ему и Суждено Собирается В резисты В жир Лотуса И прочее Тайдхантер С форстапом Чуть Более стопроцентная Мобильность В драке Возможность хотя бы Если что С форсика Залететь Раньше конечно поменьше Но все равно Поймать оппонента Можно Сварг Тут очень больно Вгрызался широ Дорле я думаю Немного аж Испугался За свою жизнь Если бы там был Какой-то башер То можно было И остаться Там на своей рыбе Минус Минус Волдер Титан Поймали его Тут В войне Вардов Судя по всему И на топе Решили отпустить Линию В итоге Эксесс Сами стягиваются Через лес Там уже Под Т2 Тавер Не очень подручно Пуш продолжать Так Выход А вот тут уже Пак ничего задолжить Не сможет Его выловили И жестко наказали За попытку Сопротивления В центре карты Страх наложили На Леона Тут же Проказ С него туда же Сларк Но вы потеряли Своего мидера И вышку А отдали пока Только одного Леона Так Бристлбэк Равага Стомп Гаш Все подряд Вливают Бристлбэк Он по-прежнему жив А есть ли кто-то Подсейвить его Посмотрите Как Джоско Мансит И вот теперь уже Переходит в контратаку Вот это Подстакались Квилл Спреи Моментально вырубает Элдер Титана За остальными Уже будет сложнее В драку Угнаться Ну и дополнительные деньги Еще сверху Для команды Феникс Тысяча В их пользу Отходят И уходят на Рошану Под Ио Урса Разбирается постепенно С Рошаном Сюда же приходит Бристлбэк Пак Выходит на разведку Находит его Леон А чего спим Так Поймали все-таки Пака Он бы так на арбии Мог залететь Но никакого Влюта Через орб Не будет Теперь он Леону Начинает отвечать Когда у того Все в кулдауне Пака конечно Поймать тяжело Тем более Что Бристлбэк Именно за ним гоняется Но сейчас он без орба Должен быть И можно его выловить Но орб подкатывается А он дает рифт По двоим Заходит Тайтхантер Сюда же Миреско Ныряет Бристлбэк Пока без поддержки Где же находится Ио А Ио с Урсой И в очередной раз Погибает Алдер Титаны Возможно даже успеют Забрать Тайтхантер До того как хоть какая-то Поддержка к нему придет Бойт Спирит Раскастовывается Быстро забрали И Тайтхантер Остались только Самые важные Самые сильные коры Команда Эксес Сейвят как могут Своего Ио Не дают Хилиться ему в ответ Благодаря Спирит Весел Ио лопается Как и Леон Прежде Но если смогут найти Демона в итоге Эксес То оно того стоит Определенно Нашли его Увидели Но не поймать уже Все Не хватит контроля Какая плотная драка Это получилась Феникс Потеряли двоих Троих забрали Но все таки Не смогли забрать Именно те цели На которые рассчитывали Но как ни крути Драка Определенно для них в плюс Если учесть Что самые основные Персонажи продолжали Богатеть в этот момент Больно Солдауту Очень больно Очень больно Ой-ой-ой Как больно Просто кошмарно Больно ему Открыл спреев На стаканах Спину ему быстро Сломали Алибарду Лонг-Джи Собирает На него нападает Кстати говоря Урса Больно Лонг-Джи Урса 433 мувспида Любого загонит В могилу Ничего не боится Шира Есть Эггис За спиной Есть Если что Ио Который Из самой сложной Ситуации Может тебя Эвакуировать Продолжает Леон бегает С лопатой 20-ая минута Очередные руны Богатства Забирает Одну Леон В ответ Еще одну Забирает Эдхантер Пока 1-1 Он на месте Брестов БК Боялся Так рисковать Леон Далековато У него нет Длинка Чтобы хоть чем-то Помочь Можно попробовать Дать подкоп Но решили Подставляться Подровагу Теперь подкоп Будет тяжело Дать по нескольким Персонажам Он попадает Только по Тейдхантеру С которого Скидывается Моментальный Этот эффект Продолжает Своё присоединение Брестов Бэк Спиной Разворачивается К стомпу Чтобы под него Не попасть И далее Разворачивается Чтобы догонять Оппонентов Но регулярно На него действуют Станы от рифта Пока все живы С обеих сторон Для обеих команд Тейдхантера Выцепили И Тейд Должен погибать Приходит Леон И сбивает ему Телепорт И в итоге Ну хотя бы Один персонаж Погиб И это Тейдхантер Догнать Пака Здесь мало Вероятно Удастся Еще и дополнительные Деньги для Феникс Но Именно доминации Финансовой Как таковой Мы с вами Особо-то и не видим Продолжается Временем драка Вроде как Пытались цеплять Миреску Но она уходит Ну и Сварг Тоже Решил не лезть Лишний раз В драку Тем временем Леон Попадает В просаг Добирая тут же В ответ И Элдор Титана В отместку за то Что тот На Леона Оказывал некое давление И расходится Далее по лайнам Возвращение на центр От Ио Бедняга без маны По идее И этого должно Быть достаточно Пака видит Урса Но это не тот персонаж Который может его поймать У него нет блинка Поэтому на Пака Даже если ты напрыгнешь В любом случае Через Орп успеет скрыться На Сварга Тоже недостаточно Контроля Управы нет Маловероятно Что удастся его поймать Без Дарк Пакта Дарли я думаю На линии прожимать Такие способности Не должен Нет Вот сейчас без Дарк Пакта Можно Влетать Быстро Оп Хекс Дальше Стан И Дарк Пакт Правда успел По идее нажать Нет не успел И только сейчас Его прожимает Сларк Но и уходит Через Шадоу Дэнс Неплохая попытка От команды Феникс Он Дарли сделал Все правильно Брис тут Пака гоняет Но неуловимый Дракон Поэтому там конечно Тяжело будет Так А тут нападение Судя по всему Наводит спирита Упрыгивает на ХГ Подходит Брис Помочь Как сможет Постарается Через Диссимилейт Продолжает свое Отступление Постепенно Войд спирит Но его догоняет Все таки Пак Здесь в тылах Тем временем Вырезают суппортов Минус Алдар Титан Феечку пока не нашли Пропадает Эгис Хорошая казалась Баравага Но уже потеряли Пака Тут как бы Как мертвого При парке Подобные реведжи Приходит Сларк В Драку А если накинуться Все вместе на него Леону очень больно Пытался дать подкоп На отходе Но сделать этого Не получилось Курса под ультимейтом Начинает вгрызаться В одного Второго Пока тот Шадоу Дэнси Но тот выходит Из ультимейта И можно будет Сварки сейчас добрать Он уходит на ХГ Упрыгивает через Паунс И спасается Тем временем За Тайдхантером Идет Погоня Урон конечно Титанический Тайдхантер переживал Вот так долго Как мог Интересно Какая статистика По урону В итоге будет После этой драки Или хотя бы После вот этой Погони Вот Урса Шесть Семьсот Урона Практически Жестко Даже больше Чем Бристлбэк Который бегал По драке И всех Стакал Демон ничего не боится Он понимает Что теперь Только Леон Может его ловить И то По идее Там хватает Обычного демона Реакции Для того чтобы Избежать Контроля соперника Тварк Выход в скаде Ультимейтор Уже не за горами Там останется Не так много Через гост Пак Отступает постепенно Можно будет В случае чего Еще и рифт дать Но он и без него Справляется легко Постепенно Просто уходит Все дальше И дальше Тут релокейт Забрали уже Леона Но постараются Ответить Быстро погибает Райс Постарается Дарли Возможно Как-то Именно И его вырезать Пока Тиммейт Развлекает соперника Сварка Отправляется На нижнюю линию Здесь ходит Бристлбэк Уже под тавром Можно будет Потанчить Покуда тиммейт Будут разбираться Как раз Это ребешки Но больно Бристлбэку Его очень больно Даже в спину Начинают нарезать Стомп Хороший По двоим Но Бристлбэк Не попадает Под его эффект Преследует Солдаут Солдаут Это легкая цель Дримкойл Поймали Войд спирита Параллельно Еще Тейдхантеру Сверху Навешивает У него 7 секунд До реводжа На самом деле Сейчас можно будет Вернуться пешком В драку И дать такую ровагу Что все тут Насмерть Полягу Широ Погибает И вот теперь уже Наверное Все же стоит Отступать Бристу Запрыгивает Дальше на воде спирита Ему без вариантов И без шансов Вовремя приходит Леон Хорошая ровага Но потеряли Сварка Уже Тут же погибает Сверху Бристлбэк Ну и добивает Также Лонгджи И Леона Вот только Один бедняга Висп Который пытается Убежать Но за ним Вдогонку Бросает сапак Вместе с Миреской И они то с ним Уж точно разберутся Минус 5 От команды Эксэс Переворот На перевороте Приквища Они практически Отыгрывают Лонгджи Так вот толком Вроде ничего и не появилось Но Алибарда Замечательно Форстафи Уже рассказывал Для Тайда Неплохой выбор В данной ситуации Чтобы войти в драку Несмотря на то Что какой-то Виспенок В тебя Врежется Солу ринг Ну по понятным причинам Тайд все-таки Не самый Плотный персонаж В плане маны И опять погибает Войд Спирит В очередной раз Теперь уже в центре Без возможности Как-то Не знаю Заэскейпаться Просто прилетел И умер Смоук разбивает Феникс И тут же Палится Курса На крипах Пошел релокейт Вроде как Поймали Демона Убить У того маны нет В госте пока побегает Ну а дальше что? Блинк откатился Но хорошо Его подкапывает ли он И никак ему не уйти Ну и нижний тавр Постепенно Проносит Команда Эксесс Штурмой его Не сильно Они рискуют Видели Видели пару персонажей На топе Знаю что Ио с Плюсом Своим Скорее всего Сурсой Сюда не прилетят В ближайшее время Ну и еще На скане Спарился Леон Поэтому какое-то Понимание Местонахождения Соперника есть Опять же Сларка Можно ловить Без Паунса Секундочку Запрыгнуть на него Дать хекс Леон Ну не стал Как-то Напрыгивать На оппонента Пешком пытался Подойти аккуратно Но Было слишком тяжело Слишком большое Было расстояние Треугольник Поднимается Команда Феникс Но никого не находят На нем Тут тем временем Продолжают Агрессию На нижнюю линию Просто эксцесс Продавливая Все глубже И глубже Заставляют Вовсе Отойти Войд спирит И команда Феникс Графики Вот вроде Казалось бы Сильно Устремляются То в одну То в другую Сторону Но на деле Преимущество Не превышало 2000 Толком На Рошана Выходит Команда Феникс Минус Половина Рошана Уже А Как-то Попрепятствовать Этому Некому Поэтому Рошан Точно Упадет Приходит Алдер Титан Дает Своего духа Правда Уже поздновато Тем временем Я думал Все таки Ио Отдадут Сыр Сыр пока Полежит Турсы И Нижний тавр По сути Продали Феникс В обмен На тот самый Эггис Который Теперь Предстоит Реализовать Постараться Сопернику Отвесить Ну Хотя бы Той же Монетой Снести Т2 Лучше Конечно На той же Линии Так Нашли Одр Титана Или Вернее Сказать Нашли Леона Потому что По дровагу Его легко Забирают Урсы Пытаются Пробегать В этой драке Хотя бы За кем-то Более-менее Успешно Взрывают Элдор Титана Но потеряли Сами двух персонажей Феникс Что очень важно Потеряли Ио Это львиная доля Мобильности Того же Урсы Преследует Преследует Тайтхантера Запрыгивает Войтспирит Не та цель Конечно Немножечко Которую хотелось бы Вот так вот Преследовать И долго убивать Но Хоть что-то Грызается в него Урса Получил на какое-то Время Алибардов 100% Тайтхантер Тут конечно Не жить Рамал Мейз Сверху Так На всякий случай Так Видят Сварка Через реминант Можно его подцепить Но Никак не мог Сражаться В этот момент Урса Очень больно Сварка Вы посмотрите Какой урон Получает Шадоу Дэнс Постремляется Постарается Вырезать Хотя бы Самого слабого Войтспирит Уже никуда Не уходит Потому что В Сайленсе Зажат в углу Абсолютно Все вражеские команды Естественно Там особо Без изменения Оставалось В его состоянии Вплоть до смерти И на Титана Выход от Шира Солдаут И еще два удара Все На миде На миде Леону Больно Но тем не менее Он продолжает Щемить Пака Так Еще пару ударов И быстро Сгрызает его Шира Это уже был Релокит Два важных Минуса Сейчас дали Ладно Сплит Ищить там Но Забрать Пака Было очень важно Ну и Брист Продолжает Торговать Лицом Абсолютно Ничего не боится Стоит на передовой Разбивает Крипов на линии Подпушивают Ее время от времени Но напоминаю Что у вас На нижней линии Нет Т2 Конечно Мид снесенный Соперников Всегда приятно иметь Но Можно было Как-нибудь Более хитро Приоритеты Расставить Поймали Леона Сотрут Его должны По идее Стереть Да Погивает он первым Далее Миреску Должен по идее Добивать Войт Спирит А тем временем Минус Сварк Вообще Тут на треугольнике А это очень важный Минус так Если обратить внимание Сейчас остались Без первой и второй позиции Команда Эксесс И можно будет их Опрокидывать Солдаут Бросается В Бега От Берисолбека Который продолжает Его заплевывать И легко с ним Разбирается Минус 3 От команды Феникс Даже возможно Минус 4 Если удастся Поймать Тайтхантера Если хватит на него Урона Он выдает Равагу Для того чтобы Просто себя подцелить Может быть Удастся хотя бы Ио забрать в размен Нет И этого сделать не удается Сварк за Ио Пошел Тот в госте Постепенно отступает Урсы Под ультимейтом Просто скрывается У него при этом Есть еще Аэгис Стерли все-таки Ио И Урсы сейчас останется Один бегать по драке Берисолбек все-таки Немного Не того Порядка Боевая единица Он продолжает Тут развлекать на себе Соперников Под Т4 Бегать и ГГ Вовсе пишет Эксесс Потому что поумирали Здесь без байбеков парни И без вариантов Вот такие вот 2-0 По 30 минут Две карты По сути от команды Феникс большие молодцы И впереди нас ожидает Примерно час ожидания До следующей игры Феникс Гейминг Против Экстрим Сейчас пока что Быстренько глянем Статистику 15 на 3 Сыграл Широ 10 на 1 Сыграл ультимейт На Бристолбеке По 7 киллов Вот Эд Хантера И Пака Что касается Нанесенного урона Ну тут уж Понятно Что Широ успел Много Набить В принципе Бристолбек благодаря Килл Спреям Которые в драке Разлетались только так Тоже очень серьезно Себя показал Ну и Пак Тоже был неплох Но на деле Результат мы Видели сами Друзья Собственно Следующая игра Начинается в 9.00 По московскому времени Это будет Феникс Гейминг Против Экстрим Гейминг И Увидимся с вами Услушимся Наверное Услушимся с вами Через часик Субтитры сделал DimaTorzok